Радио 54 Первое областное радио То есть там даже если вам немножко грустно То становится как-то легче Когда гуляешь на природе Знаете, на левом берегу тоже есть где погулять Вот элементарно рядом с нами находится монумент славы Там потрясающий совершенно Шикарнейший парк Вот это вот осенние все краски Это стоит посмотреть Каждый день хожу пешком домой Ну получается, что 3 или 4 октября Человек что должен сделать? Если хочет принять участие в этой истории Он покупает, если у него нет трекер шагов, правильно? Или же где-то в телефоне, да? Может быть, какое-то приложение Ну смотрите, суть праздника, да, очень простая Она настолько проста, что праздник для вас начнется Как только вы в субботу проснетесь, встанете с постели Начнете шагать Главное скачать на телефон или любой другой гаджет У кого-то есть уже часы Ну если есть люди бегающие, кто занимается спортом Где есть GPS-навигатор То есть в телефоне включить просто функцию GPS Запустить трекер и начать ходить Собственно, пройти как минимум 3 километра, можно больше Остановить трекер, сделать скриншот и прислать нам Вот смотрите, куда прислать и где зарегистрироваться Олимпийский совет в Новосибирской области есть в Инстаграме и ВКонтакте Олимп.НСО, я думаю, в отчет к интервью мы прикрепим ссылочки Она уже есть в анонсе, ссылка на нашу группу ВКонтакте Можно зайти, если что-то непонятно, писать личные сообщения Там огромный постер висит, регистрация Вот под ним достаточно написать имя и фамилию свою И, собственно, готовиться к выходным И я бы хотела сделать небольшую ремарку Что мы предлагаем еще такой творческий подход к празднику Это рисование ногами Мы о нем еще не рассказали, но это такое... Обычное или синхронное? Если вы с друзьями, то синхронное Смотрите, есть такое направление, как GPS-арт Это вот это самое GPS-устройство Если вы заранее спланируете, что хотите нарисовать Например, вы, ведущий, выйдете на Монумент Славы И захотите написать ногами радио 54 Нет, давайте на Монументе Славы мы этого точно делать не будем Это несколько новое место, я считаю Нет, я имею в виду, что вам нужно будет просто пройти по этой траектории Вырисовать ножками букву R, A и вот так, или просто 54 Это можно делать где угодно И, собственно, когда GPS передаст данные на ваш телефон с трекера То получится надпись Этот скриншот можно будет прислать нам И будет дополнительный розыгрыш призов на самый творческий рисунок Это могут быть олимпийские кольца Имя вашей возлюбленной Возлюбленного Ваше имя профи Так, Юлия Игоревна, можно вашего мопса взять в аренду? Вообще легко В Москве практиковали во время карантина аренду домашних собак Нет, а если к нему привязать трекер, это же он сколько нам нашагается? Ой, что ты, мой, да Это реальная заявка на победу Да, давайте, заявляйте и пса, и себя отдельно То есть это никакое не рисование в плане того, чтобы намазать краску на ноги Это вот просто хождение по траектории Можно нарисовать что угодно И мы посмотрим, у кого это получится максимально интересным способом сделать Я знаю как минимум одного нашего коллегу, который вот всех бы победил пешком по Новосибирской области Это ты про кого? Ну, Харитонов-то товарищ, программа на УТС А, да, кстати, да Ну, а Люба наша, Люба, которая постоянно везде жуляет, тоже бы смогла Получается, что человеку надо пройти как можно больше А дедлайн какой? Вот до какого числа, до какого времени нужно успеть выложить в соцсети, зарегистрироваться И как-то с хэштегом отметить свое участие Предел 4 октября, там, ну, 23.59, да То есть мы вплоть до конца 4 октября принимаем регистрацию и скриншоты ваши И также выкладывайте в социальных сетях фото, видео с прогулки Как вы отмечаете Всемирный день ходьбы Потому что 4 октября вообще в 10 утра Вот почти ровно вот сейчас в 10.37 было, когда программа начиналась В это время начнется Всемирная эстафета от Афисы То есть каждый, это пойдет волна 10 у нас, потом 10 в Омске и так далее, и так далее И так по всему миру будет эстафета, которую можно будет передавать в социальных сетях И говорить, за что вы занимаетесь активностью Я передаю, например, эстафету за ежедневное самосовершенствование Вы можете передать эстафету за развитие... Я могу передать эстафету за то, чтобы успеть в садик и не опоздать на прямой эфир О, да, отлично А там, кстати, у тебя не работает, потому что здесь ходьба, а ты бегом Радио 54 Чем мотивируете? Человек такой взял, весь такой большой молодец И вот чего-то ему дадите, наверное, да? Да, кроме, конечно же, идейного вдохновения Мы дадим ему в электронном виде, в ответ на отчет Диплом от Олимпийского комитета России С подписью президента Олимпийского комитета России Нашего земляка, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова Ну, такие сейчас условия Бумажный диплом, за ним каждый не поедет А в электронном виде его, опять же, можно будет и при желании распечатать Либо выложить где-то и сохранить На стеночку повесить На стеночку повесить, да Ну, это почетно очень история Ну и это же не все еще И это еще не все Да Конечно, для тех, кто будет готов участвовать в GPS-арте Делать рисунки А напомним сразу, вот если кто-то только что подключился Что такое GPS-арт? GPS-арт это не просто хаотичная ходьба Это ходьба по намеченной траектории Можно пройти по городу таким образом, чтобы написать какую-то надпись Или изобразить профиль Пушкина Я не знаю, все, что хотите Мир труд май Да, да, можно даже сделать предложение своей девушке Но это будет очень длинная фраза, конечно Кстати, неплохой вариантик Ты представляешь, как здорово Сердечко Предложение ногами, ну все Ну ты не романтик, это понятно Это будет выглядеть не ногами, это будет выглядеть как рисунок Да, да, да Когда вы передадите сигнал с GPS на трекер На трекере он отразится просто в виде надписи, в виде рисунка Это этот криншот Пришлете нам, так же, как и любой отчет с прогулки И среди всех рисунков мы будем выбирать лучших У нас для них три подарка Это часы с трекером шагов Собственно, рюкзак и поясная сумка Это то, что нужно всем для прогулок Это правда Чтобы положить туда водичку, телефон, зонтик, если не погоды И вот это все И, собственно, такой же набор подарков Плюс еще футболки Очень красивый дизайн в этом году Олимпийский комитет прислал Такой пестрый, видно это на баннере Вот рюкзаки, сумки, часы, футболки Мы будем разыгрывать в количестве 15 штук Среди всех участников праздника Ну, с помощью программы Рандомайзер То есть случайным образом Среди всех, кто уже регистрируется Еще зарегистрируется Вплоть до конца дня 4 октября Можно регистрироваться, гулять И присылать отчеты нам И получать подарки А 6 октября это розыгрыш вот этих подарков? Да, да, когда мы уже отправим всем дипломы Соберем списки всех, кто поучаствовал И сможем произвести розыгрыш призов И наградить тех, кто поучаствовал в GPS-арте Слушайте, ну классная же идея Я так понимаю, это же не первый год проводится, да? А как это было раньше? В прошлом году, в позапрошлом? В докоронавирусную эпоху Мы ходили по паркам Это сначала у нас несколько лет С 2016 года в Центральном парке мы собирались Проходили по кругу В честь Олимпиады 2018 года Это было 2018 тысяч шагов В прошлом году мы ходили 2020 шагов Но когда программа была в офлайне в парке Мы могли создать еще дополнительные активности У нас был мастер-класс по скандинавской ходьбе По кикбоксингу Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи В прошлом году было очень интересно Ребята собрали много вокруг себя Желающих попробовать что-то перебинтовать Перенести, нанести И, собственно, это был такой большой полноценный спортивный праздник Сейчас праздник каждый создает себе сам Но, тем не менее, мы все вместе Мы можем объединяться, небольшие группы на улице, чтобы гулять А вот этот GPS-арт, он в прошлом году был? Нет, это впервые Это новинка этого года, да? Да, это впервые Мы посмотрим, потом расскажите нам обязательно, что там интересного нарисовали Хорошо, нам самим очень интересно Радио 54 Первое областное радио